Доброе утро, коллеги! Вы абсолютно правы, в детской здравнице воспитанию подрастающего поколения уделяют особое внимание, поэтому создают на базе школ тематические классы. И один из самых уникальных, это, конечно же, кадетский класс. А уникален он тем, что наши кадеты самые юные на территории всей страны. И сейчас рядом с нами руководитель кадетских классов Николай Зубков. Николай, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как пришла идея создания кадетского класса? Слово кадеты, это кадры воспитывают с юности, как и честь с молоду берегут. В основу как раз вот была принята эта фраза, и решением директора школы образования города Евпатория было принято решение под патернатством Следственного комитета Республики Крым открыть в нашей школе кадетские классы. Да, действительно, при посещении героем России, генералом Алексеевым, который как раз вот ведет наблюдения, курирует кадетское движение Следственного комитета, он приехал и был удивлен. Конечно, что у нас самые молодые кадеты, это второй класс, он впервые видит в России. И перед тем, как открыть классы, конечно, был проведен конкурс, физическая подготовка, психологическая подготовка, это в основу, ну и, конечно, учеба, как ребята учатся, как воспринимают тот материал учебный, который необходим по общей образовательной школе. Если был конкурс, значит, было много желающих, правильно? Да, конкурс был более ста человек, более ста человек. По физической подготовке ребята проходили тестирование отжимания рук в упоры, далее сгибания на гибкость упражнения, дальше бег 100 метров, это основные такие основополагающие нормативы ГТО. Ну, психологические тесты были даны для того, чтобы определиться тоже, способны ли ребята воспринять ту нагрузку, которая будет возложена на них в дальнейшем при обучении. Я хочу напомнить, что они будут проходить учебу в кадетских классах вплоть до 11 класса, поэтому это очень важно. Определяли психологи, действительно ли это желание самих детей, или во втором классе все-таки решают еще родители? Ну, желание детей, конечно, очень большое. Родители тоже сыграли свою роль, это однозначно. Расскажите, как проходит процесс обучения, сохраняется ли вся школьная программа у кадетов, когда начинаются уроки, когда заканчиваются? В кадетских классах, в начале учебного дня начинается в 7.45, построение личного состава всего, а у нас в школе 3 кадетских класса сейчас, это 3, 6 и 7. Построение предназначено для того, чтобы проведить внешний вид, это первое, ну и рассказать детям о истории того дня, в котором непосредственно находимся. Почему? Потому что в России очень много славных дел и дней, о которых можно рассказывать много, есть герои, о которых тоже можно рассказывать очень много. Поэтому не на каждом предметном уроке будет об этом сказано им. Отлично. Я знаю, что есть у вас еще и практические занятия у детей, правильно? Следственный комитет ведет некоторые уроки. Что рассказывают, что делают ребята? Буквально недавно следственный комитет приезжал к нам непосредственно в школу и проводили методические занятия или показные занятия, показывая все основное современное оборудование, которое применяется в криминогенной ситуации или при раскрытии того или иного происшествия. Ребята были очень довольны, увлечены и, не побоюсь этого слова сказать, многие уже приняли решение поступать как раз в данные учебные заведения, которые будут раскрывать или бороться с преступностью в нашей стране. Спасибо большое, Николай. Я желаю успехов и вашим ребятам, и вам, конечно, как руководителю. А пока что передаю слово нашим коллегам из Симферополя. Продолжение следует...